У нас множество, как я уже говорил, форма является вот-вот-вот. Что мы имеем? Мы имеем ситуацию, когда форма воспроизводит вот это вот действие-вот, но при этом не осознает воспроизведение. Воспроизведение есть. Вот совершается, чтобы совершилось еще раз. Вот производится, чтобы произвестись вновь. Но при этом само событие вот-вот не предполагает осознание воспроизведения как воспроизведение. То есть двойка сохраняется. Первое состояние мысли было, как вы помните, что форма является формой, то есть тот тождецом, актуальностью, но не осознает себя формой. То, что осознается, простое и есть, а не форма. Второе состояние – форма уже сознает себя формой, то есть причиной. Причинность формы включается в ее актуальности. Ну тут интересно, я не проговаривал, это я сейчас попытался сохранить метод. Значит, в первом случае формой является форма, но не осознает этого. На старой стадии форма уже создаёт себя формой, то есть причиной. Но я подумал, что любое причинение не предполагает осознание действия причинения. Я хочу сказать, что в действии причинения, то есть причинение и действие причинения не отличаются от результата. Когда один шарик толкает другой шарик, это вообще говорит действие. Но как действие оно не осознается. Почему? Потому что оно не отличается от результата действия. Причинение, еще раз, действие причинения не отличено от результата этого действия. Поэтому возникает ситуация, когда действие совершается, но не осознается как действие. Причинение, действие причинения совершается, но не осознается как действие. Поэтому, если я прав здесь, еще раз, любое причинение, на мой взгляд, таково. Действие имеется в причинении, но не осознается. Что является результатом рефлексии второго состояния? Результатом, как мы помним, является то, что форма воспроизводит себя как причина предмета. То есть форма осознает себя как действие, которое не успокаивается в результате. Смысл в этом заключается. Совершается действие, которое не успокаивается в результате. Воспроизводит себя как действие. Следовательно, переход от второго состояния к третьему заключается в том, что во втором состоянии форма была действие, но не осознавала себя как действие причинения, а осознавала себя как причину, которая, как всякая причина, не отличима от результата. Я даже вспомнил Гераклида. Сын – это умирающий отец, отец – это рождающий сын. И просто между сыном и отцом нет никакой разницы. Дерево – это умирающее семя, а семя – это рождающееся дерево. Тем образом, между семенем и деревом нет невозможно провести никакого различия. Я как-то забавлялся на эту тему. Он любит противопоцарять предмегида Египогрида или Гераклита, а на самом деле у того и другого движения нет. Гераклита тоже у него по-другому сейчас доказывает. У него вообще течет, а потом ничего не течет. Потому что, если в самом деле сын не собирающий отец, а отец – рождающийся сын, то что происходит? Происходит движение, которое не совершается. Не знает, имеет отношение к анализу причинности? Может быть, действительно не имеет. По крайней мере, это то, что я утверждаю и напомнила мне Гераклита. Так вот, значит, во втором состоянии форма есть действие, но не сознает себя как действие, создает себя как причину, которая, как всякая причина, действие которой, как всякая причина, неотличим от результата. В третьей стадии, то есть стадии МОД, стадии МНОЖЕСТВУ, форма сознает себя как действие. Тем способом как сознает? Тем способом, что ВОЗ производит себя в качестве этого самого действия, которое никоим образом совершает, никоим образом не успокаивается в результате. А если так, надей. Жệ на свою очередь И на стадии множества мы также имеем похожую ситуацию. Совершается ввоз произведения. Каждый ввод состоит из тождественной формы и конечного призмета. Вот это единица тождественной формы и конечного призмета. Совершается ввоз произведения, но не осознается, как ввоз произведения. То есть ни в одном из пройденных этапов нет осознания, да? То есть переход от одной формы к другой как совершается? Не путем рефлексии? По-другому? Ну, путем рефлексии, я в это слово не верил бы, путем рефлексии. Но в чем заключается рефлексия? На каждой стадии форма, в каждом состоянии форма является чем-то, чего она о себе не знает. На первой стадии она является причиной, не знает этого. На второй стадии она является действием, не знает этого. Теперь она является воспроизведением. И этого не знает. Она сознает себя как действие уже, потому что просто приводит себя именно как действие. Как причина, которая не успокаивается еще раз результат. Снова не дает результата. И когда она не знает, что она причина, а она следующая по порядку форме, она уже знает, что она причина? Как бы ей открывается что-нибудь? Переход от формы в форму совершается как увеличение знаний? Знаний увеличивается или нет? Или это просто формы как-то связанные, а... Да, они увеличиваются. Сначала есть простое и есть. Потом форма создает себя как форму, как то же, как плечи. Не, да, сохраняется это знание на следующий уровень. Просто и есть, наверное, я не честно говорю. Не, просто у Гигеля ход-то какой, у него точно так же формы связаны. И каждая форма, которая существует на определенном уровне, она не знает себя. А когда она узнает, она переходит на следующий уровень. И как бы, и так далее. Всякий раз рефлексии переводит на следующий уровень. Ну, там еще диалектика присутствует, что на самом деле форма может существовать в некоем способе своему. Бесконечно долг. И как бы переход от одной формы к другой, это то, что совершается за спиной сознания. То, что есть для нас, а не для самого сознания, которое участвует в опыте. В вашем построении, на самом деле, постоянно прослеживается некий вот этот вот ход вслед за Гигелем. Мне кажется, надо каждый раз пытаться отличить, в чем состоит эта разница. Слишком, наверное, можно на эту тему подумать, но слишком большая разница в методе движения. Для рефлексии заключается в развлечении двух старых состояний. Одна из которых не мысль, а мысль у нас подругая. Никакого отношения к Гигелем не имеет. А сами этапы? Бытие, Тождество. В каком-то смысле, Бытие соответствует... Чувственное состояние Тождества соответствует восприятию. Воспроизведение – это уже нечто действительно другое. Нельзя же придумать новый тарабанский язык. Нет, это просто говорит о том, что построение не взято с потолка, а соответствует в каком-то смысле понимаемой реальность, как на самом деле. Ну, может быть, эта реальность соответствует, но Гигелем точно не соответствует. Потому что начинаю я с ситуации бытия и становления. В общем, это разновременно, как же две стороны. У Гигеля в логике бытия и становления тоже есть. Ну, там, становление следующего этапа. Ну, совсем никак, только у слова действительно. Найти общее – это хорошо, что стало общее. Бытие, становление, тоже все-таки хорошие такие слова. Теплые. Согретые теплом гигельских рук. Я согласен. Не более того. Итак, множество. То, что мы осознаем, вот-вот-вот. Я чего-то подумал. Мы в прошлый раз говорили о теории множества. Да. Не показалось, я не знаю точно, но не показалось, но получалось как, то есть, сначала это множество. Почему? Ну, что я уже забыл? Вот это тесто, вот это тесто. А? Это как самое интересное, да? Ну, интересно, да. У вас же всякий раз по поводу уже конфет, например, это дело назначиваться все-таки? Или у вас просто чистая ауника мысль, движение? Нет, это феномен. То есть феномен, то есть все краски берутся красные, это красное бывает множественное. Если становится нечто одно, то оно, надо понимать, что это чувственное одно. Да. Это чувственное одно. Если предмет конечен, то это конечность чувственная. Ну, то есть всякий раз у нас ни пустого множества, ни герамена. Да, она почти абстракт. Да, потому что у нас... То есть форма пустая почти абстракт. Не знаю, это имеет отношение пустого множества или нет. Нет, но это форма же со следами красноты на губах, или где там, или на руках. Краснофенология, она же движется на все на форму красного предмета, да? Допустим. Она во всем нашем движении теряет эту свою красноту форму. Если в какой-то момент она эту красноту полностью теряет, то да, мы тогда действительно имеем дело с пустым множеством. Пустым множеством по определению... Я про красноту не понял. Ну вот у вас есть предмет, некий красный предмет, допустим. То есть этот самый красный предмет в этой самой форме остановился, да? Всякий раз у вас этот красный предмет именно красным, то есть его определенностью, сочетойностью... Она сохраняется, эта сочетойность красноты или чего-либо еще. Мы ее с собой несем всегда или мы ее теряем в какой-то момент. Или может быть даже никогда и не имели. Почему красный-то? Вы просто чувствуете на ней. Ну чувствуете что значит? Чувственное значит с какими-то чувственными свойствами. Для меня нет. А все-таки нет? Нет. То есть все-таки он чистый? Вообще он чувствует, он чистый абсолютно, очищенный от красноты, от земли. Когда пустое множество. Форма, данная себя как форма, она является во множественном смысле является просто множеством. А почему так я? Не въехать мне. Почему если чистая чувственность, простое чувственное есть? Да. Простое чувственное одно. Простое чувственное конечное. Почему это напоминает пустое множество? Ну, оно его напоминает потому, что у него как бы нет внешних свойств. Ну что такое множество? Это некоторые объекты, признающие определенную роду свойства. Например, все крокодилы. Среди них есть объекты множества всех летающих крокодилов. Ясно, что это пустое множество. Потом, в теории, множество очень забавно заказывается, что пустое множество одно на всех. Вот сколько множеств у них есть, под множеством каждого множества является пустое множество, это всякий раз одно и то же множество. Ну, как это доказывается? Потому что, когда мы говорим, что одно множество отличается от другого, значит, оно отличается своими элементами. А поскольку у пустое множество нет элементов, отличаться ему нечего, значит, все пустое множество это одно пустое множество. Доказательство завершено. Это тоже удивительный факт, да, согласитесь? Что множество всех обезьян-шахматистов, множество всех летающих крокодилов ой, я и криводентный. Ну, хорошо. Я... вот тоже гипотеза, я тоже это до конца не понимаю, вот Игорь, может быть, тогда на этом наставил. Пусть скажет, почему у нас форма данных своей чистоте будет являться в нашем смысле пустое множество. То есть, множество одной стороны сохранено, с другой стороны это множество из пустоты. Ряд-то я могу потом после этого очень хорошо строить вот этот сырянный ряду на тратных чиселах. В смысле, бомбакие, удовлетворяющие все неприятно. Как я рисовала в прошлый раз. Так они являются ли пустое множество? Это некие... некие искусственные построения. Зачем обязательно построение философское должно появиться пустое множество? У нас вовремя множество появилось, также появляется пустое множество. Ну, нет, корысть здесь, по-моему, достаточно простая. И большая. Да, и большая корысть. Поскольку, насколько я представляю, да, видимо, я, прямо скажем, не первый играй математики. Но все-таки теория множеств является одной из самых фундаментальных частей математики. Если можно показать обосновываемость теории множеств из построения Олега Михайловича, то это было бы ну, такое редкое событие, когда философская система обосновывает как бы корневую часть математики. Ну вот, еще раз, мы вернемся, вот у нас только что на сайте и дискуссия развелась. Я в этой дискуссии притрясусь на том, что я говорю, что Георгийская нечита, то самое, если он говорит в самой первой странице, и понятие пустое множество это эквивалентное понятие. Ну, в самом деле, оно ничто. С другой стороны, оно у меня ничто есть. Чем-чем могу пустое множество математическое. Просто Теги не мог двигаться в этом смысле, потому что теория множества в тот момент не существовало. Он двигался по-другому, но Теги не такая штука и есть. Потом, вот это, помните, мое закобычное состояние, да, сейчас вещам, на самом деле, именно как-то опять порисую. Вот это, болбаки, да? Николай, знаете, кто такие болбаки? Да. Да. Вот болбаки, предлагают таким образом строить ряд натуральных чисел. Вот. То есть, хотелось бы избыть вот так. Вот у нас есть пустое множество, да, вот оно, вот множество. Теперь оно, как бы, мы находимся в ситуации сознания, мы с ним соотносимся, у нас есть некоторые отношения. Теперь это самое отношение мы создаем. Это приводит к порождению нового предмета. То есть, мы берем это самое пустое множество, оказывается, да, снова его сделаем, вот теперь мы его закобычиваем, как в скобке, а поскольку элементом каждого множества является, пустое множество, да, пустое множество, опять пустое множество, и так далее. Есть чрезвычайная аналогия, здесь можно говорить о рефлексии. от себе бытия, для себя бытия. Но продукция состоит в том, что мы можем двигаться по этому дальше. И такое ощущение, что вот этот самый щелк, она порождается вот этим, практически, гибельским уходом, произвлечением себе бытия и для себя бытия. Опять, после этого, мы находимся к отношению к этому объекту, мы это отношение эффективны. Мы эффективны тем, что мы его погружаем, как бы, новую коробку, то есть, с утром множеством, полагаем перед собой. И опять, скобочки, вот этот объект, пустое множество, скобочки, что-то множество всякое, на нас, решается. Вот, это как бы, вот такая интересная. Просто, бонус приятный, состоит в том, что мы таким образом, оснащаем наше множество, структурой, и ряд натуральных чисел. Он ряд бесконечный. Кому самое интересное, что натуральное число, но вот так просто, нам пальцы получили. Хотя, какие-то дополнительные слова можно сказать. Но, тем не менее, всякий раз, то, что для нас является в себе, разворачивается, как для себя. Для себя происходит вот такой ход. Всякий раз. Иди, тут одно возражение есть. А не получается ли так, что везде, где есть счет, то есть, можно наблюдать такую ситуацию введения счетного ряда. Везде, где можно обнаружить счетность, счетность всегда первичнее любой попытки его ввести. Я не знаю, а почему? Потому что мы здесь, опять, потому что мы здесь работаем в терминах ничто. Ведь на самом деле, сам Пиана же не строил свой ряда. Но для того, чтобы это сделать, для того, чтобы положить философию Гегеля на вот это определение, и философию Олега Михайловича, и философию Олега Михайловича, в том числе, для этого надо в голове держать, и представлять, что такое счетный ряд. И как бы пытаться, то, что называется, содержание редуцировать к этому счетному ряду. У тебя в голове есть примерно понимание, что такое введение натуральных чисел. Ты берешь некую философию, пытаешься ее туда свистеть. А у Гегеля этого не было, поэтому он и научная, научная и наукология не была вот такая. А у него это и есть? Нет, я еще раз говорю, что везде понятие счетного ряда будет первичнее любого его введения. Это нечто более первичное, чем любое его понимание. Ты сначала понимаешь, что такое счетный ряд, а потом уже можешь его ввести в каком-то виде. Ну так очень многое делают. Ты как бы знаешь, что это интуитивно. И то, и ты знаешь, что такое счетный ряд. И ты пытаешься его просто формализовать. Я могу показать у Олега Михайловича сейчас еще интересный ход один через вещание, о котором никто не знает. Рассказать? Чудесно. Ты искушение, яблоко. Может, и на нашем семинаре рассказать? Ну давай, не могу не рассказывать. Это профессиональный выбор. Просто удовольствие строить дичайно. Один очень интересный объект, по поводу которого есть самые большие расхождения, может быть, математики. дичайно. 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 чувственное. Ну, у Гегель там такое понятие примера есть. Понятие примера. Потом же примеры приводят ночь, день. Ноги логики. У него с одной стороны оно непосредственное, а потом, сколько это непосредственно решено всякой определенности, оно нечетно. Но, тем не менее, примеры его есть. Пример. Это вы не на логике логики? Нет, мы по норогике. Логики нет, да. Да. Это правильно. Я по норогике. Ну, ладно. То есть, посмотрите, опять я покрою. С одной стороны, оно существует, потому что оно непосредственно как бы диет. А с другой стороны, про нового является просто множеством, то есть, решено как всякого содержания. То есть, ничто. Вот чем, главное, не существующая это пустая логика, если мы его множественное структуру сможем присять. А то, такое же построение не с пустым множеством не проходит, да? У киря, нет, у бурбаки. Ну, не у бурбаки, у пиана. Ну, да, можно с пустыми. С пустыми. С единичкой, с единичкой, с дворкой. Не обязательно с пустыми. Аксиона, пиана, они не обязательно с пустыми с пустыми. Они просто рассказывают. Можно по единичку, про два, да. Конечно, проходит. То есть, после пустых множеств из него множествуются некий ряд, потом доказывают, что максимум пиана удовлетворяет. Значит, это каким образом можно сдавать на данные чисел? Я чему подумал. Значит, события вот. События вот-вот. События вот-вот это появление множества. Первого вот множества нету. А вот-вот появление в целом смысле множества. То есть, у вас вот-вот получается именно тогда, когда, грубо говоря, появляются два элемента. Пока элемент один, а тогда я вас я походил, да. А когда элемент один, то у меня множество. Ну, если я говорю, что форма является вот-вот, а не вот, то срок говоря, одного нет. Вот совершается, чтобы совершиться срок. остается. Ну, я, поэтому, я не знаю. Есть же такое же можно, в вашем понимании, для этого множества. Ведь вы можно точно так же формально попытаться ввести множество, так как будет структура одного. Вот у вас у структура одного, у вас есть предмет, но как по-один. Единый, там, еще чего-то. Точно так же у вас можно постараться понять, что у вас элемент один, вот этот самый вот, но этот ввод является как бы элементом множества. Вот так же можно еще сделать. То есть, вот этот ввод. Таким образом, у вас оказывается, это будет сильный ход. Почему? Потому что у вас в наличии оказывается один элемент, а все остальные элементы этого множества заданы не явно. Они подразумеваются, но не могут быть взяты и рассмотрены. И самое главное, вы можете их потом будете выбрать. В чем состоит таксида выборов? Когда у вас есть большое количество множеств, да, там, бесконечное количество, вы можете из каждого множества выбрать по одному элементу. Хотя, казалось, естественное отражение, да? Что у вас есть много множеств, из каждого, из каждого, из них несколько элементов, из каждого множества вы можете выбрать по элементу и образовать многое множество. Но ведь, вот интересно, так как я рассказывал по поводу того, что по поводу одного вот и множества, которое задается так же, как однако, но и как одно, вот так же, вот таким, не обинформленным человеком, не через вот вот, а через вот такую закавычность, через множественную структуру, то вы эти дополнительные элементы никогда выбрать не сможете. И у вас аксиомы выбора, знаменитая теория множества, не работает. Это сильный фундаментальный ход. Не могу сказать, почему это нужно. Например, после этого из аксиомы выбора доказывается такой забавный парадокс, как банхатарство. Он состоит в том, что вы взяли сферу, порезали ее на кусочки и из нее собрали еще две сферы. Которые эти кусочки должны быть не меньше пяти. Читая уже не проходит. Что противоречит нашему здравому смыслу, да? Мы же не можем... А то есть это такие же диаметры? Такого же диаметра, такого же диаметра. Это будет как бы так, это не может. А тут можно. И это как раз обуставить с указанием вот этот аксиомы выбора. Вот то, что вам удалось сделать, хотя вы сейчас отказываетесь всеми силами. То, что удалось построить некое множество, в котором в явной форме не работает аксиомы выбор. То есть вы, у вас элементы есть, но вы из него остальные элементы выбрать не можете. Потому что они заданы для вас не ядно. Раз они для меня не заданы, значит, это новое множество, состоящее из по одному элементу каждого множества. Невозможно. А мне кажется, что эта невозможность выбора объясняется тем, что множество задается последовательно. Если последовательно, какой выбор? Производим выбор только если одновременно данные элементы. А если последовательно, то выбор не могу быть. Это все хорошо, по большому счету. Но другое дело, что когда у вас ряд исключительно счетов, то есть их валят не равных чисел, то аксиомы выбора не нужны. И так можно справиться. Ну, это примерно по тем же причинам, по каким, если у вас есть множество каких-то чисел, и в нем состоит наименьший элемент, вы из всех наименьших элементов можете... Мы по всем множествам, можно сказать, мы везде берем по наименьшему элементу. И все. Аксиомы в явной форме не нужны, она проработает через такую вот операцию. А просто в действительности есть большое количество множеств, которых нет наименьшего элемента. Например, открытое множество нуля до единицы, отресок, и у него нет наименьшего элемента. Потому что ноль туда не входит, а для любого, например, за одного числа, мы все можем предложить меньше. А вы, поскольку вы упорствуете в этом, в рядом от двух чисел, то есть в счетности множества, то как бы здесь ситуация получается неинтересной. То есть просто аксиомы выбора не нужны. Множество не является счетным. Множество на этой стадии вот-вот не является счетным. Мы ничего не можем сказать, кроме того, что это множество. Иначе говоря, мы ничего о каждом логе не можем сказать, кроме того, что оно другое. Никакой счетности здесь нет. Это ситуация, сдается математическое лицо множество или нет, но ситуация множественности или другости не предполагает счет. Я удивился в прошлый раз, что в таком построении, что сребренно, не различено просто множество, следующий, то есть порядковый счет и количественного счета. Сразу получается понятие множества уходится путем количественного счета. Это очень детская простота. Есть вместо десяти ходов, которые можно разглядеть, один ход. Понятно, что порядок не тот же самый высоковечный. Все эти ходы не в право этого настроения не предусмотрены. А количество счета, это что значит? Это просто один за другим? Порядковый счет, это один за другим, или следующий. А количество счетов, это когда второй больше, первым. Здесь понятие множества вводится вместе с количественным счетом, что пропускает по крайней мере два или три логических шагов. Конец, а здесь же тоже есть ситуация вполне в порядочности, то есть одно больше не было. Больше это же просто значок. Нет, Игорь, проблема не в этом. Проблема в том, что нет порядкового счета. Который логический пришел. При построении натурального ряда из пустого множества есть стадия, когда речь идет не о том, что есть следующий или предыдущий. Есть такая стадия? Нет. Нет. Ну вот, нет, ну и слушайте, слава Богу, ну мы как-то из-за этого энтузиазма и близости к теории множеств как-то вдруг решили, что просто философия в данном случае совпадает с математической теорией. Ну не совпадает. Ну и ладно. Ну просто если есть как бы точки взаимодействия, то это весьма замечательное обстоятельство. По-моему, здесь не стоит особенно сильно на это упирать. То есть ладно, мы посмотрим потом, когда пройдет весьма, можно будет сравнить. Я только хотел сказать, что более тропно у нас получается, чем вот в этом строении. Ну как и полагается в философии по отношению к науке математики. Ну, мы же уже шли, проходили, мы не знаем, что сейчас в другом его пройдем, но мы знаем, что после этого появится порядковый счет, после этого появится количественный счет. То есть чисто математические определения. Я не вижу правительства, по существу, между ходами математики и логики в данном случае. Поэтому если получается дробнее, то это, мне кажется, самое любопытное. А дробнее, это что значит? Подробнее. 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 В смысле подробнее, не подробнее. Доробиться чаще. Ну ладно, просто вернемся к построению. Значит, вот-вот-вот. Вот-вот это множество. Или только другое слово появляется, как еще одно слово, другое. Другое, 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 другое. Или еще одно, еще одно, еще одно, еще одно. Я подумал, что по магнетизму вашего построения, я бы устал говорить, что на уровне вот-вот еще множества нет. На уровне вот-вот множество есть. Но сейчас я это проговорил, и подумал, что это, наверное, не так. Потому что все-таки... Ну, не знаю. Правда, можно ли так говорить? Ведь общая форма является вот-вот. Можно ли говорить, что есть вот, где еще нет множества, есть вот-вот, где уже есть множество. Следующее. Это же у нас не следующее. Это другое. Есть еще нет понятия следующего. Нет последований. Не то, что счетности. Последований еще нет. Вот-вот. То есть просто вот одно другое. И все, что мы понимаем, что они разные и они множественные. А может, это одно и то же. Все, что вы понимаете. Нет даже последований. Я, пожалуйста, говорю, уже есть последований. Да, нет, нет. Нет, нет последований. Я ошибся. Я хотел сказать, как-то выразить ситуацию. Просто я хотел сказать, что у нас есть одно нечто, нечто одно. Мы понимаем, что оно является элементом множества. Не по поводу вот-вот, а по поводу одного-вот. Мы понимаем, что оно является элементом множества. И все. Ну, ты имеешь в виду, что элементом множества уже ставшего множества. Я не ставшего. Прозумеваю. Ну, вот у нас был некий предмет, он стал одним. Единым. Так, единым. А теперь у нас он стал... Есть некий элемент, всего лишь один, этот самый. Но он стал элементом множества. В этом смысле я уверен, что все остальные элементы множества, они не определяют из этого отношения, я сегодняшнего подразумеваю. Ну да. Вроде бы это то же самое. Вот-вот-вот. То есть все, что может сказать, что они элементы множества. Да. Ну да. То есть один вот этот наш акт ввод является элементом множества. Ну, потому что полагается, каждый раз муд единичный. Но при этом он нами узнает, он нами понимается, как элемент множества. То есть структура натурального очевидения, у меня там действительно позже возникает. И структура вполне упорядочности математической, она здесь еще не присутствует. А вполне упорядочность это один после другого. Один больше другого. Что такое упорядочность? Да у вас ладно, сказано, что, например, единица меньше дворки, или, например, кокодил меньше обезьян, обезьян меньше слона, и так далее. Когда у вас такая операция задана на множестве, то это вот ситуация вполне упорядочности. Да здесь упорядочность единственная. Здесь упорядочность единственная. Ножность, твои же упорядочность? Да. Ножность, когда есть, а упорядочность единственная. Как различие-то есть? Нет, это интересно. Как между двумя элементами есть различия? Потому что двух элементов нет, поэтому нет различия. Но мы же говорим, что каждый раз другое. Как это определяется? Что оно другое, а не то же самое? Тем смыслом, что говорится, что этот самый является элементом некоего мужества. Но дело не в этом. Дело в том, что для того, чтобы удержать предыдущие оно должно как-то существовать в момент, когда появилось новое. Как это так? Или же надо сравнивать как-то? Булат, с чего все начиналось? С того, что форма пытается удержать себя как форма. Если ввод уже причинено, то в причиненном ввод форма и положенное не отличаются друг от дружки. О, понял, Булат, я правильно понял тебя. Смотри, во многом ты прав. Очень смешно получается. С одной стороны, у нас все остальные элементы множество произоздаются в качестве подразумеваемого. Но есть еще один элемент, который является подмножеством каждого множества и который в данной реальной форме. Это пустое множество. То есть, если у вас есть что-то забавное, да? Что у вас есть и есть, по какой-то предмет известно, что он не пустой. По какой-то предмет известно, что он не пустой. Да? Допустим. Возможно, тогда такая вещь, что у вас заданы все остальные элементы в качестве подразумеваемых и плюс еще так называемый элемент пустое множество. А как? Почему? Откуда ты это? Ну, по определению. Что пустое множество является множеством каждого множества. Ну, лихо, конечно, вводить такие определения. А откуда она взялась-то? Ну, просто так. Ну, вот оно пустое множество. Если у тебя есть, по определению, сама структура множества, то она вот такую вещь подразумевает. Либо, с одной стороны, это так. Либо этот наш элемент является пустым множеством. То есть, вот такая альтернатива гокеатурно-наговицына, да. Альтернатива гокеатурно-наговицына, да. Слушай, альтернатива гокеатурно-наговицына. Почему ты все это говоришь? Ты на какой вопрос отвечаешь? Или какую проблему ты делаешь? Да, Влад просто. Вы бы сказал. Нет, я проблему следующую высказал. На самом деле, здесь разница есть между одним и многим. Так вот, переход от одного к другому можно понимать просто как отрицание. Можно сказать, что вот у нас ситуация не одного. Вот, 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 это просто отрицание предыдущей ситуации. Это один подход. А другой подход, когда множество является уже новым чем-то. Не просто отрицание, а само является новым началом. Когда различили два вот. То есть, когда множество уже дано как нечто уж содержательное. Не просто отрицание предыдущего, а уже само положенное внутри себя, как нечто новое. Новое содержательное. Вот у нас в данном случае есть отрицание одного. То есть, не одно, а вот, вот, вот. То есть, не одно. Мы еще не знаем, в чем содержатель состоит от того, что не одно. И умного, как бы, оно не одно. То есть, определение этого множества, просто отрицание предыдущего состояния. Того, что было одно, теперь стало не одно. Это первая возможность. А вторая возможность, когда это множество имеет внутреннее содержание. Как ты начинаешь говорить, пустой множество. Да, да. Состоящий из элементов. Это уже внутреннее понимание множества, как базирующегося на неком внутреннем содержании. На неком внутреннем полагании. Так, вторые приколы состоит, что, как только мы сказали множество, а, у нас уже работает лемма многобицыного театра, и оказывается, что в нем есть два элемента. Слушайте. Что за лемма еще? Я просто вообще не понимаю, что происходит. Вот вы сейчас просто как к данности относитесь к двух словам. К двух словам. Да. Множество и элемент этого множества. Да, вот. Начинаете изобретать, а как бы их вообще сопрячь. Вот. Чтобы получилось такое вот неупорядоченное множество. Ну, слушайте. Но ведь было же движение до того. Вы чего, в самом деле? Из-за чего возникает повторение? Нет, я не проп... Влад, подожди. Контрольный вопрос. Из-за чего возникает повторение? Я считаю, что Олег Михайлович забежал вперед. Потому что есть еще одно сочленение. Когда есть множество, которое просто из отрицания одного. Нету никакого там многого. А просто из отрицания одного. Вот это вот. Правильно. Давайте не будем отвечать на вопросы. Будем говорить о чем-то другом. Нет. Самое грамотное стратегия. Еще раз. Слово множества страсти. Придумал Олег Михайлович. Я говорю, после этого попробую. Да? Да. А вопрос идет о том, это множество. Есть отрицание одного или это нечто новое полагание. Вот в чем вопрос у меня. Нет. Но я вопрос... Слушай, ну это совершенно бессмысленно. Нет. Но мы пытаемся... Вы понимаете бессмысленность этого опорения своего? Нет. Мы понимаем. Понимаем бессмысленность. Но это же попытка разобраться, что говорит Олег Михайлович. Побродить вокруг. Понимаешь? Попродать все. Контекст создать. Если ты хочешь понять смысл этого множественности, тогда я тебе говорю. Тогда вспомни, из-за чего возникает это повторение. Из-за чего? Потому что форма застает себя в существовании. Недостаточно. Нет. Потому что она хочет быть. Потому что она исчезает, когда она... Хочет быть не себя. Когда она реализуется. Она хочет удержать себя в качестве формы. Хочет быть не себя. Именно поэтому она повторяет. Да. Все. Это уточнение снимает все ваши инсинуации по поводу множества. Просто все. А? Множества нет. Совершенно верно. Поэтому я, например, вот пытался с самого начала, когда это прозвучало, пытался как-нибудь сказать, что давайте говорить не множество, а множественность. Чтобы подчеркнуть этими словами, что речь не о том множестве, которое мы видим в теории множества. Чтобы не было этой самой провоцирующего совпадения слова. Это, конечно, ничему не поможет. Но, по существу, да. Тот смысл, который ты вкладываешь в множество, здесь нет. Безусловно. Это воспроизводство для себя в виде формы, да? Можно понять не только тот смысл, что она себя берет и все время воспроизводит. Как временность, да? Вот это предложение введения временности. Да нет тут никакой временности. Ну что за бред? Вот сначала приписываешь чёрте что оппоненту, а потом начинаешь доблестно опровергать. Игорь, ну как не стыдно? Вот. То есть это для себя идея формы можно понять ну смысл. В смысле того, что воспроизводство вот-вот-вот, форма становится коничным, себя воспроизводит. Поскольку здесь как бы вот есть воспроизводство, я говорю о временности. Второй момент, когда… Когда форма, ты сказал, форма становится конечной, это что-то новое ещё. Ну да. А какой ещё? Форма конечной становится? Это что-то странно. Конечной становится предмет, а форма-то причём здесь? Форма всегда бесконечная. Ну предмет, по определению, сторона форма, поэтому… Ну лучше, может быть. Второй момент, когда она у себя пытается… Просто форма действий, как она может быть конечной? Она может себя, форма, как это… воспроизводить каким способом? Как удерживать себя, эти элементы, как элементы множества. Это два разных разговора. Больше мы, кстати, говорили в сторону временности. Всегда о временности, о множестве мы не вспоминали. Слушай, Игорь, ну ты понимаешь, что нет пока никакого множества? Но он забегает. В том смысле, в котором ты можешь сказать элемент множества. Ну, такое понятие рефлексии. Для себя, как я оформляю, оно же возможно, так что ты удерживаешь элемент в качестве элемента множества. Оно, может быть, будет возможно. Сейчас оно возможно. Нет, сейчас это невозможно. Почему? Потому что нет элементов множества, которые реноположены этому элементу, который полагается. Я думаю, что совершенно можно обходиться без элементов множества, которые с собой я там… Ну да, ты просто будешь это слово, они подразумеваются. Ещё скажи вот это вот… Да, они подразумеваются. На губах следы красного. Тот того же самого уровня определит, Игорь. Ну, рел прикол. Да. Можно поэтические философии развести? Давайте. Ещё раз. Чем мы здесь занимаемся? Да. Чем мы здесь занимаемся? По-моему, вот что Игорь, что Була занимается тем, что начинают находить какие-то свои… Нет, я не наход… Я нет. Подожди. Ты тоже. Не надо ответчиваться. Да. Находите свои устойчивые смыслы, которые у вас привязаны к слову множество. И начинаете говорить, что, ага, вы говорите множество, это подразумевает то, что пятое, десятое, у вас тогда такие трудности, которые надо решать либо так, либо это, вообще не о том. Вы что пытаетесь сделать? Вы пытаетесь показать, как бы, что вы понимаете под множеством? Нет, я говорю, сам выяснение того, что это не то множество, это тоже очень важно. Да нет. Они-то говорят, что это то самое множество. Нет, нет. Я-то как раз говорю, что не то. Да, да, да. Они именно это и говорят. С моего флага, я могу сказать, они говорят, что это то самое то множество. Ну и всё. Давайте тогда ещё раз, чтобы я тоже понял. Воспроизведение, как мы говорим. Да. Это ещё только воспроизведение, да ещё не данное себе как воспроизведение. Это очень интересное состояние. Мой вопрос, это действительно никак не ложится на элемент множества. Вот, вот, вот. Это никак нельзя сказать, что это… смотреть на это, как на элементы множества. Ну да. Мы в самый тот момент можем понять её как элементы множества? Когда мы вот один раз сказали, можем понять, что является тот же элемент множества? Больше мы точно сказать не можем. Мой вопрос, что можем это сказать. Просто элементы множества. Игорь говорит, что раз они не рядом положены, то это совсем другое. Не, я-то как раз с Игорем согласен с тем, что тут есть только множественность, то есть отрицание одного. Никакого другого определения здесь нет. Я вот так думал. Почему я и вводил такую альтернативу? Либо просто отрицание одного, то есть множество исполнит это как отрицание одного. Либо другая множество, из которой положено как бы заново. Вот это вот полагание заново множества, мне кажется, ещё не осуществлено. Отрицательный переход совершён, то есть появится множество, но как бы вот полагание этого множества ещё не совершено. А положить его можно будет только когда мы будем различать два элемента. То есть отличать два года. Когда мы сможем это одновременно удерживать и различать, тогда будет уже множественность. Положенная множественность уже. Независимо как бы от отрицания. Вот есть отрицание, мы перешли к множественности. Но эта множественность как бы совершается как-то без осознания Мы уже во множественности, но еще как бы не понимаем, что происходит А теперь, чтобы понимание этого будет совершено тем способом Что мы эту множественность положим точно так же, как новое начало В котором будут различаться разные лоды Сначала лод не различается, а просто есть множественность как процесс, как действие Потом множественность совершается тем способом, что множественность различится Каждый год будет новый год. Ну, хорошо. Видимо, подвижный вопрос, можно ли это считать. Эти годы элементами множества, или нельзя. Мне замешает то, что я плохо знаю первые множества, то есть вообще не знаю. Вот-вот. Каждый год представляет собой дождевственную себе форму и конечный предмет. Это само событие год имеет эти две стороны. Каждый год предполагает еще одно год. Что значит осознать это произведение? Это значит осознать переход в связь. Так вот эту связь можно осознать или она уже сразу, это же другой вход, правильно? Одно, перейти от одного к другому и совершать это в неком действии. А другое дело, осознать переход. То есть осознать сразу же, что есть разный. Что значит переход осознать? А значит различить их. Я и говорю. Что в ситуации множество, переход совершается, но они осознаются. То есть вид не осознается как произведение, а переход не осознается как переход. Поэтому дальнейшее движение должно быть, естественно, обнаружение того, что есть, но не осознается. Вот-вот можно рассматривать, мы говорили уже с двух сторон, как воспроизведение формы себя как формы, и воспроизведение предмета как предмет. Если мы возьмем одну сторону и поймем воспроизведение вот, вот, как воспроизведение формы без предмета, то мы обнаружим вот эту вещь, о которой я уже говорил. Мы обнаружим, что само мышление формы, есть уже мышление перехода в другую форму, которая, будучи помысленно, уже есть мышление перехода еще в другой, не в следующей, но еще в другой форме и так далее. То есть мы имеем что? Мы, на мой взгляд, имеем абстракцию перехода от формы к форме без предмета. В прошлый раз я сам себя нарвал забубленным, потому что у меня получилось хуже. У меня получился переход без понимания откуда и куда переход. Вот при таком понимании, которое я сейчас пытаюсь провести, этого безобразия, конечно, нет. Имеется я мыслю форму, как форму, то есть без предмета, и тем самым мыслю переход в другой форме, мышление которой есть мышление перехода еще в одной форме. То есть абстракция заключается в том, что совершается переход от формы к форме без предмета, от одной пустой формы к другой пустой форме. Это и есть абстракция перехода, то есть в смысле воспроизведения, реальное состояние формы воспроизведения, вот-вот-вот. Берем абстракцию. Какую абстракцию? Форма воспроизведения себя как форму, без предмета. Другая абстракция распроизводится предметом. Снова у нас распроизводится предметом без формы. Если мы берем первую абстракцию, понимая воспроизведение формы себя как формы, то мы имеем переход от формы к форме без предмета. Это, разумеется, абстракция. Но в этой абстракции мы осознаем то, что действительно есть вот-вот, во множестве. Там есть эта самая связь. Одно. Вот производится, чтобы произвести себя дым. Вновь совершить действие произведения. Когда мы берем воспредведение формы себя, мы обнаруживаем то, что есть во множестве. Именно переход от одной формы к другой форме. Но обнаруживаем как абстракцию. Потому что это совершается белая часть всех предметов. Другая абстракция, множество, будет воспределение предмета как предмета. Если мы сосредоточимся на воспредведении предмета как предмета, то мы увидим, что между одним предметом и другим предметом нет никакой связи. Они безотносительные. Если мы мыслям предметы без формы, мы мыслям чистый переход. То есть переход от формы к форме. Если мы мыслям предмет без формы, мы мыслям безотносительность. И должны от него отказаться, потому что безотносительность немыслима. в этой ситуации, когда и тем самым совершаемый переход от множества к следующему реальному состоянию мышления мы как и прежде вычиняем две абстракции одна абстракция это еще один способ мыслить пустую форму переход от формы к форме без предмета это еще один способ мыслить пустую форму другая абстракция это предмет без формы в данном случае он немыслим потому что он безотносительный а предмет взятый безотносительно даже предметами то не имеется и тогда мы должны совершить переход к следующему реальному действительному состоянию мышления этот переход заключается в том, что мы осознаем переход который не отличим от того предмета к которому этот переход совершается имеется ввод и дальше совершается переход к предмету таким образом, что само мышление перехода и мышление следующего и мышление предмета, которому переход совершается не отличается это называется следующий это форма следующего когда переход к предмету не отличим от предмета к которому переход совершается это называется еще один такой же или следующий как он связан с двумя абстракциями на которые распадалось вот-вот-вот то есть чистая форма перехода чистая форма воспроизведения формы ну то есть чистое распроизведение формы либо чистое распроизведение предмета как он вместе причемли себе абстракции то есть сам итог я понимаю в чем состоит но я не понимаю как к нему помогают перейти от абстракции предшествующего мы имеем множество мы не осознаем воспроизведение множество которое создается воспроизведение при этом мы воспроизведение не осознаем то есть не осознаем переход в первой абстракции то есть абстракции формы этот переход да но как чистый переход переход от формы в форме без участия произведения он проявлен прояснен нам то есть это в форме уже дано следующее что такое воспроизведение это полагание следующее в этом смысле он я думаю я так не думал я не знаю просто так оно больно абстрактное формы получается не ну понятно что следующим этапом должен быть понятие следующее но как перейти это не утешает не скрышно да это даже даже вредить даже скрышно даже скрышно а может быть форма сначала предмет должно положить как следующий предмет а потом уже как себя нет переходе от формы к форме степлата я возьму сушку не могу проявить переход от формы к форме от чистой формы к чистой форме никакого следа еще не заключается это просто переход это просто переход переход осуществляется без участия предметов когда мысль предмет мы вот в этом простом вот какие два момента есть момент связи который проясняется когда мы берем абстракцию воспроизведения формы и момент бессвязности в отношении можно сказать как бы здесь не решен вопрос соотносятся или не соотносятся эти годы если можно сказать только что они представляют можно что-то непонятно там определенных что-то нет никакой они соотносятся связаны с другой стороны не связаны оба эти момента собственно присутствуют они-то и раскрываются в этих двух абстракциях при абстракции формы устанавливаем абстракцию связи ту сторону что общие годы связаны друг с другом приберя предмет мы создаем что никак не связаны между собой но поскольку мы вынуждены отказаться от мышления предметов в силу и незначительности то этот момент несвязанности исчезает и мы переходим к первой форме связанности ну вот тут надо сказать согласен надо объяснить это пока общие такие слова несвязанность убрали ну да да то есть какого-то решающего аргумента как шума согласен какого-то нет ну я просто вот за это время пытался решить то что вот проблему первой абстракции проблему чистить в чем она состоит в проблемах или решения на мой взгляд это в этом состоит когда мы мыслим воспроизведение как воспроизведение формы еще раз мы попадаем в ситуацию когда мышление формы без предмета уже мышление перехода к следующему еще одной форме а мышление этой формы уже есть мышление перехода к новой форме вот это есть абстракция которую можно назвать чистым переходом а другая абстракция является несвязанным предметом это не называлось в прошлый раз а по-моему реальное состояние которое я назвал множеством распадается на эти две еще раз в этом состоянии есть и связанность и не связанность мы обнаружим абстракцию формы и абстракцию предмет при этом абстракция формы заключается в том что мышечный переход от формы от пустой формы в пустой формы в пустой формы в пустой формы то есть из актуальной формы конечного предмета если мы возьмем форму помыслим форму без предметов то тем самым мы уже помыслим переход следующей формы вот я еще сзади есть аргумент но это означает воспроизведение формы осознанно помыслим переход в простой ввод переходов мы не видим ну да ну то есть мы просто выясним воспроизведение как воспроизведение да воспроизведение как воспроизведение что заставляет нам сдвинуться с состояния множества реальности куда-то еще это еще будет следующее я с вами согласен что надо понять почему именно следующее да что тут открывается что что получается следующее что начинается это что не это это не это это не это 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 вы вы